День добрый, дорогие друзья! Заявленная тема, она требует диссертаций больших, потому что это действительно тема бездорная. Но я должна сказать, что вся история русской музыки, традиции русской композиторской школы, традиции русской исполнительской школы, православной традиции, сплетясь в один поток, создали уникальное явление, сплав русской музыки, который стал известен и почитаем во всем мире. Вот в прошлом году состоялось небольшое торжество для всего музыкального мира. 150 лет за дня основания Московской государственной консерватории имени Петра Ильича 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 Ильича. Было отмечено огромное количество концертов во всех залах Московской консерватории и не только. по всему миру. И, знаете, вот то состояние незабываемое, когда и то осознание процесса, когда ты поучаствуй, учась в стенах Московской консерватории, мне посчастливилось учиться дважды, закончив два факультета, и фортепиано, и теоретико-композиторский факультет, и общаясь с множеством замечательных музыкантов. Вот до сих пор чувствую это, что я как бы составная часть вот этого великого процесса. Ну, представьте себе, середина и конец шестидесятых в консерватории преподают. Я уже сейчас не говорю о истории вообще русской исполнительской и композиторской мысли, и композиторской музыки. Потому что это такие имена, как Зелоти, Рахманин, Скориады, ну, конечно, основатель консерватории Антон Руденштейн, Танеев, Рахманинов и многие другие. И вот их следы благотворные, их огромное внесение в общее понятие русская музыкальная культура и мировая музыкальная культура, конечно, не переценима. И вот представьте себе, конец шестидесятых, начало семидесятых преподают. А до этого и Мисковский композиторский факультет, Николай Яковлевич Мисковский, Николай Сергеевич Желяев, профессор Московской консерватории уже позднего периода, Евгений Кирилович Голубев. Я считаю счастливой, потому что я училась у профессора Голубева. И надо сказать, что Голубев это действительно с большим петелем помнит своего учителя Николая Яковлевича Мисковского. Вот он пронес это знамя русской культуры, русской музыки, современной музыки, создав свою школу. Потому что мы можем вспомнить, что огромное количество, за 44 года преподавания в Московской консерватории у него окончило огромное количество композиторов. Задикатур и Андрей Яковлевич, и Шпай, и Шнитке. Мы уже более молодое поколение начались. И это действительно гордость, он впечатан в мураво-магердовском Московской консерватории. Это гордость нашего времени и нашей Московской консерватории. А в это время по коридору Московской консерватории мы видели великих педагогов, великих музыкантов. Это и Генрих Куставович Нейгаусс, у которого я тоже немножко училась и познала вот эту великую мощь гениального педагога, который зажигал вообще залы. У него ни одного места свободного в классе не было, потому что все приходили, не только его ученики играли, а играли. И со всех музыкальных учреждений сидели, слушали и внимали каждому его слову и звукам. И Сафранецкий, и Станислав Нейгаусс, его сын, который тоже преподавал в Московской консерватории. И Эмиль Гиллис. В общем, тут причислить всего невозможно. Это было совершенно созвездие, настоящее созвездие больших музыкантов. И надо сказать, что в то время возникла у меня мысль, когда продолжить в какой-то степени по мере возможности школу моих учителей, возникла мысль написать учебник русской школы, в котором главное было национальное богатство русской музыки, национальное богатство русского фольклора и профессиональные моменты, которые должны учитываться, когда создается и когда растется юный музыкант. Из него вырастает большой музыкант. И здесь можно увлечься и долго рассказывать. Я хотела сказать только, что вот в стенах Московской консерватории, представьте себе, преподавал и, конечно, кто-то Ричайковский. И мы начнем именно с него, с его музыки. Мне хотелось, ну, поскольку у нас мало времени, я рискну просто несколько сочинений исполнить. И хочу представить артиста Андрея Гетмана, который мне поможет. А у Ричайковского замечательное произведение времена года, написанное с эпиграфами. Вот так мы и исполним два фрагмента. Будет сейчас замечательно. В поле зыблится цветами, в небе льются света волны. Вешних жаворонков пенье, голубые бездны волны. Аполлон Майков. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА